Мы сегодня, как производители электроники, видим увеличение серийности и сложности производимого именно в России электроники, но, собственно, то, о чем говорил Георгий, и в связи с этим роль заказчика во взаимодействии, она с нашей точки зрения кратно увеличивается по нескольким причинам. Первая причина, понятно, что во время разработки закладывается основа производства самого изделия, и во вторую очередь, уже в непосредственном процессе размещения заказа, те бизнес-процессы, которые происходят у самого заказчика, они влияют так или иначе косвенно, либо напрямую на производственные процессы у нас. И сегодня как раз мы хотели рассмотреть профиль идеального заказчика, с которым мы вместе могли бы администрировать производственные риски и их минимизировать. Буквально пару слов про макро. Все, наверное, большинство знает макро как поставщика электронных компонентов, но, тем не менее, уже более 10 лет мы занимаемся именно контрактной сборкой. И с 2020 года мы начали развиваться по EDM-модели. Фактически, имея эти три компетенции поставщика, производителя и разработчика, мы можем реализовывать достаточно сложные амбициозные проекты. И переходя непосредственно уже к основной теме доклада, в принципе, производственная культура в России достаточно находится на высоком уровне. То, о чем говорилось на слайде Георгия, что много заказчиков размещает заказы и за рубежом, и в России. И мы накопили большой опыт взаимодействия. Но, тем не менее, до сих пор встречаются такие вещи, как неполный комплект конструкторской документации при размещении заказа. Есть проблемы с планированием. Причем, с одной стороны, ситуация нас научила планировать закупки с горизонтом более года, иногда даже более двух лет. Но средний горизонт планирования производственных заказов редко превышает квартал и более. Есть вопросы с давальческим сырьем. Наверное, это основные наши вопросы связаны в этой части. Чуть попозже подробнее о них расскажу. И есть по-прежнему в серийных заказах размещение, мы смотрим и видим трудоемкие ручные операции. Конечно, это приводит к либо длинным срокам, либо высокому прайсу. Есть вопросы и с функциональным тестированием, выходным контролем. И все это умножается либо на неоперативную обратную связь от заказчика, либо на ее отсутствие. Здесь я привел основную статистику по производственным потерям, к которым приводят эти вещи. Основная часть, как вы видите, касается работы с электронными компонентами, с давальческим сырьем. Ну и первые дефициты, ошибки идентификации, они тоже приводят либо косвенно, либо впрямую к простой оборудованию. Далее я разберу чуть подробнее три основные точки взаимодействия. Заказчик-производитель. Начнем мы с конструкторской документации. Безусловно, конструкторская документация должна разрабатываться с учетом максимальной автоматизации и технологичности изделия. Ну и, конечно, закладывать доступные к закупке компоненты и с точки зрения отсутствия абсолитов, и с точки зрения в текущих реалиях рынка доступности компонентов, таких как Analog Device, Texas и так далее. Либо учитывать сроки поставки этих компонентов. Входной контроль – это история больше продавальческое сырье. Сейчас мы с нашими партнерами ведем диалог о том, что нам необходимо планировать не только производственные ресурсы, но и планировать своевременную поставку компонентов на производство, поскольку входной контроль на крупносерийный заказ может занимать до двух и более недель, если речь идет о пяти тысячах материнских плат, например. И те проблемы, которыми тоже мы встречаемся, это несоответствие упаковки требованиям автоматического монтажа, проблемы с маркировкой. Есть компоненты, которые маркируются иероглифами, из которых понятно только что компоненты размером 0,6-0,3. И все это фотографии реальных проектов. Здесь в привязке, как мы видим иногда и как это должно быть. Тестирование, безусловно, начинается с отлаженной методики, с понятной инструкции, с наглядными картинками. Безусловно, стенды должны быть максимально технологичными. И более того, поскольку тестирование часто может являться узким местом, то количество стендов должно соответствовать ритмичности отгрузок, которые требует от нас заказчик. И важным этапом взаимодействия является анализ тех изделий, которые не прошли тестирование. И возросший уровень сложности не позволяет нам часто своими силами находить и локализовывать неисправность. И в этом месте мы часто пользуемся помощью наших партнеров. Либо когда инженер заказчика приезжает к нам, либо когда мы отправляем платы на заказчику напрямую, чтобы он мог провести анализ и разобраться с неисправностью. Ну и если говорить уже в более широком смысле, то для нас идеальный партнер – это тот партнер, который строит взаимовыгодное долгосрочное сотрудничество. Этот партнер на одном уровне с нами понимает производственные процессы, и фактически мы синхронизируемся с ним в выстраивании совместных бизнес-процессов, вплоть до того, что мы какие-то протоколы формализуем определенным образом. Краеугольным камнем данного взаимодействия является, в первую очередь, правильно настроенная коммуникация. Вот я обратил внимание, что у Георгия третьей проблематикой была как раз сложность коммуникации с контрактниками. Мы со своей стороны тоже видим эту потребность рынка. И мы понимаем, что контрактник должен быть открыт заказчику с одной стороны, и с двух сторон и заказчик, и производитель должны работать две кросс-функциональные команды. Причем уровень взаимодействия должен быть от инженера до фактического руководства компании, для того, чтобы эта коммуникация была эффективной. Преимущества, которые получает заказчик, который максимально работает над эффективностью своих изделий, это, конечно же, сокращение сроков производства и оптимизированное ценообразование за счет технологичности автоматизации. Но, с другой стороны, мы готовы для таких заказчиков предоставлять услугу резервирования мощностей по году и хранение готовой продукции и компонентов на нашем буферном складе. Макро-EMS видит перспективу в развитии именно по UDM-модели. С нашей точки зрения, это направление интересно на рынке. Мы сейчас разработали пять изделий, которые находятся на этапах прототипов и опытных изделий. И три изделия из них — это SUMM-модуль и электронно-вычислительные модули на базе процессоров SKIF в формате PIK и на NITX. Мы будем запускать в этом году в серию. Эта модель дает ряд преимуществ, поскольку снимает с заказчиков большую часть производственных, почти все производственные вопросы и вопросы, связанные с закупкой электронных компонентов, и вопросы, в том числе, с сертификацией. И отвязывает нас от сроков заказа компонентов и проблемами, связанными с логистикой. Фактически заказчик получает комплексное кастомизированное решение под свою индивидуальную задачу. Идеальный UDM-заказчик — это заказчик, который начинает взаимодействие с UDM-производителем на ранних этапах, от момента макетирования и технического задания. Учитывая в дизайне возможности производства, технологии доступные, доставаемость компонентов и готов организовывать общие пространства для разработчиков в IT-системах. В завершении хочется сказать, что, с одной стороны, все вопросы, затронутые в презентации, они касаются зрелости рынка, но, с другой стороны, это действительно и вопрос коммуникации в том числе. И мы учимся синхронизироваться с нашими заказчиками и искать с ними общие точки соприкосновения, общий язык.